Вот вам пример из практики. Звонит мне моя родная сестра и между делом говорит, что ее младшему внуку, которому вот он родился в сентябре, 25 сентября, 4 месяца только, да, у него очень, он плачет с рождения и вызывали врача, делали это эхо головного мозга и нашли внутричерепную травму родовую, как бы говорят, и гематому. Вот. И назначили капельницы, делали 3 капельницы и назначили какие-то там еще препараты ребенку. Я и говорю, пусть мама даст мне разрешение, я как целитель посмотрю, скорее всего его уронили, это не родовая травма, уронили или в роддоме уронили, или бабушку уронила, она старенькая, или старшие дети уронили, или муж, ну кто-то уронил, такое бывает, ну просто надо это знать и это убирать. Разрешение она говорит, ой, она в это не верит, ей это не интересно, хорошо, ну дай ты, ты же бабушка. Нет, я не буду вмешиваться, это не мое, пусть что хотят то и делают, это говорит родная бабушка. Я в нашем роду, я спаситель рода по дате рождения, поэтому я имею право вообще со своим родом, со всеми работать без разрешения. Я говорю, хорошо, ладно, присылай мне его имя, потому что вот эти узбекские имена я плохо запоминаю, и я, короче, посмотрю. И вот я звоню своему коллеге, и он мне пишет, что у ребенка, значит, одна гематома есть в голове, нарушена нейронная сеть головного мозга, 78 тысяч нарушенных слоев и смещений в головном мозге, это очень много, и 68 тысяч смещено в энергетических двойниках. Есть такая у нас штука, вот здесь, вот если смотреть, да, вот здесь смотрите, внизу треугольная часть, вот здесь в треугольной части головного мозга 10 застойных энергий и 18 застойных энергий в энергетических двойниках. И еще нарушен верхнечелюстной нерв, 10 застойных энергий и 16 в энергетических двойниках. Вот его можно почистить у ребенка, хоть родители были привиты от ковида в 21-м году, в 23-м родили, я их чистила тогда весь свой род, всех своих племянников, всех своих родственников кровных, всех чистила. Короны нет, ковидных сущностей нет, онко нет, ничего такого связанных с коронавирусом нет. Но вот такая есть проблема. И вот мы сейчас с ней работаем. И потом, когда мы его прочистим, там работает у меня коллега, мы с ним вместе, я как целитель рода, как спаситель рода подключусь со своей стороны, подключу высших аспектов и будем ребенка лечить. Но вот как бывает, когда родители не верят, но 4 месяца ребенок плачет, и это я выявила совершенно случайно при разговоре, когда она сказала, вот, звонила дочка, я говорю, что-то где-то часто звонит, она же редко звонила, да, говорит, это капельницу делаю, какому там делать капельницу? Ну, я думала, бабушки, бабушки там под 80. Нет, говорит, младшему ребенку. Ну, тогда я стала интересоваться. Поэтому будьте внимательны с детьми, очень-очень осторожны. Часто в чатах мне пишут, что вы присылаете фотографии, там ребенка убили, вы должны это видеть. Если вы увидите мертвого ребенка, вы будете понимать, что любой ребенок может умереть, что вы несете ответственность за детей, и вы должны оберегать, заботиться и знать, что такое может быть. Понимаете? То есть надо уметь работать с детьми, надо уметь знать диагнозы, симптоматику и обязательно-обязательно вовремя обращаться. Хорошо, они пойдут медицинским путем, я не против, но я, как родственница, как бабушка двоюродная, обязательно своему племяннику, внучатому помогу. Всем пока!